Ну что, мы продолжаем наше видео по парку Бангкока. Мы сейчас пришли в парк, который самый ближайший к нашему дому. Мы живем в районе Сукхумвит. Этот парк называется Бенчакити. Собственно, чем здесь можно заняться? Во-первых, здесь есть водоем, а также беговая дорожка, где вы можете побегать и поездить на велосипеде. Ее длина окружности, ну блин, наверное, километр, если не больше, да? Мы сейчас пройдемся по парку и покажем, собственно, чем здесь можно заняться. Вход бесплатный. О, кстати, здесь вы можете припарковать свой велосипед, если приехали на нем. Очень удобно. И вон отдельная велосипедная дорожка впереди. Вот, собственно, люди и бегают. Кстати, очень часто вы можете заметить женщин в Таиланде, которые одевают, ну, носят вот такие зонтики. Это для того, чтобы не загорать на солнце. Да, цветы красивые. В принципе, парк прикольный, но здесь больше нечего делать, кроме как ходить, ну и бегать. Ну, подожди, мы только сейчас проходим частью с прудом. Сейчас мы пройдем в самый угол парка, и там будет проход в нормальную часть парка. Окей, погнали. Сейчас будет самое классное, ребята. Для меня это очень важный момент. Это находить спортивные площадки в разных городах, где ты, собственно, путешествуешь. Вот, две перекладины. Супер. И... И брусья. Никита решил проверить брусья. Давай, сто два. Красава. Кто может сотку делать, так же, как Никита? Проверим, есть ли еще порох в пороховнице. Что-то еще могу. Марат, твоя страховка это не покрывает, если что? Почему? Я не... Она покрывает, у нас же активный отдых. Это не активный отдых. А что это? Это называется... Так, ну что, друзья, фонтаны здесь есть, но они не работают. Поэтому, как бы, знайте это. Ну, то есть, почему бы их не включить, не знаю, может быть, экономия воды, все дела. Вот что, мы прикольное нашли, вот такую дорожку. Она, вообще, кстати, ведет из музея оттуда. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот здесь вот у нее развилка. И, по сути, она идет дальше, через какую-то часть парка. И мы сейчас по ней пройдемся. Это прикольно. Вот, дорога, по которой мы идем, она, оказывается, очень длинная. Мы сейчас видели знак, где показано то, что путь туда составляет, там, порядка километра. И, что прикольно, то, что здесь нельзя ездить велосипедистом, ну, официально, да. И ты, по сути, сюда можешь прийти, погулять, потому что это и хайкинг, и кардио, и очень красиво еще. А так, парк Бенчакити выглядит вечером. То есть, красивая подсветка, вообще гулять просто кайф. Людей немного, но из минусов он закрывается в 9 вечера, поэтому охранники начинают ходить, свистеть, типа, давайте уходите. Поэтому приходите пораньше, ну, там, часов 6-7, и у вас будет время погулять. Друзья, добро пожаловать в самый большой парк в центре Бангкока, он называется Парк Люмпини. Это прекрасный парк, здесь в нем довольно-таки мало людей из-за того, что жарко. Но все равно есть люди, которые занимаются спортом, просто пришли поотдыхать, либо устроили пикник. А вечером здесь, ну, собственно, дальше кадра вы увидите, здесь вечером просто сборище спортсменов Бангкока. Потому что в этом парке, да и, в принципе, во всех парках Бангкока, как вы видели в парке Бенчакити, как вы увидите в следующем парке, очень много спортивных площадок, то есть турники, брусья, и помимо этого тут еще есть тренажерные залы. И в парке Люмпини он тоже есть, причем он бесплатный, поэтому я вам сегодня все покажу. Вот, ребята, смотрите, это варан, просто в парке Люмпини. Я к нему слишком близко подходить не буду, потому что они шугаются и уплывают, собственно, что он уже и делает. Либо вот, как видите, тоже у нас в этом парке еще варан побольше. Этот даже не боится людей, потому что, видимо, уже привыкнут, что они ему ничего не делают. Смотрите, какой, да? Так, ну что, друзья, вот мы пришли к этому месту, где можно взять уточки, либо лебедя и покататься. Вот приходите сюда, спрашиваете у этих мужчин, что хотите покататься, они вам дают спасательный жилет, ну и, собственно, все. Там, как бы, принцип педалей крутите и едете. Можно ехать, ой, плыть, или, как говорят моряки, идти, да, по всему озеру, то есть вон туда, он к тому водопаду, ой, водопаду, к тому фонтану заплывать, чтобы он вас немножко обрызгал. И самое главное, то, что это все еще и бесплатно. Друзья, и, собственно, самый главный момент, почему я полюбил этот парк, он понравится всем тем, кто занимается спортом. Здесь, во-первых, несколько площадок с турниками-брусьями, они находятся там, там, в разных частях парка. А сейчас мы подошли к тренажерному залу, который, если я не ошибаюсь, абсолютно бесплатный. Ну, на крайняк, там, не знаю, там, 20 тысяч, ой, 20 бат разовое посещение, или, там, 200 бат в месяц. Ну, короче, копейки. И вы сюда приходите, и вы можете заниматься под открытым небом, загорать, собственно, здесь под солнцем, как это делал Арнольд и Франко Коломбо в фильме «Качая железо» на Венис-Бич в Калифорнии. И как это делал Моранск, или по свету его позже? Ну, собственно, здесь есть, допустим, упражнения для подъема штанги на бицепс. Здесь есть даже зеркало, посмотрите. Потом, что еще здесь есть? Для гиперэкстензии, для разгибаний в коленном суставе, для обратного жима, для обычного жима. Также есть очень большое количество блоков, даже кроссовер. То есть здесь есть и тяга вертикального блока, и разгибания в трицепсе. И вон даже полуварианты бабочек. Даже, о, даже как машина, офигеть. Ну и, собственно, короче, в этом зале можно очень много тренироваться, гантелей тоже много. Поэтому, если вы любите спорт и, собственно, часто занимаетесь им, то вывод по парку Олимпини будет следующий. Если вы приезжаете в Бангкок на долгий срок, ну или хотя бы даже не на долгий срок, то снимайте просто жилье недалеко от парка Олимпини. Потому что вы сюда сможете ходить, заниматься спортом днем, например, утром, да, если у вас пробежка, а также вечером. Вечером, как вы видели, вот, а, вы еще не видели, я вам покажу кадры, либо уже видели, ну ладно. Здесь очень много людей, которые занимаются спортом, потому что жара спадает. Они сюда приходят, бегают, там танцуют, занимаются. Я думаю, здесь не проблема найти знакомых, ну, потому что у вас одно и то же хобби. Поэтому парк Олимпини это самый, не побоюсь этого слова, лучший парк в центре Бангкока, по моему мнению. Так, ну что, друзья, мы приехали в парк Чатучак. Чем этот парк, собственно, отличается от других? То, что, во-первых, это самый большой парк. То есть, вы видели парк Олимпини, парк, как он называется, Банчакити. Этот парк, он больше их вместе взятых. Здесь, потому что собрано сразу несколько парков, я не помню их название. Сейчас, короче, мы здесь посмотрим, погуляем, подметим какие-то интересные моменты, которые будут, ну, интересны вам, да, и, собственно, в это все расскажем. Так, первое, что бросается в глаза, когда вы входите в парк, это большой и мутный водоем, по берегу которого сидят люди и просто чилят, отдыхают. А вот сразу же станция метро, на которой мы приехали. Здесь есть и BTS, причем, и метро. Парк Чатучак это идеальное место для пикника. А также, если вам нужно ходить какое-то количество шагов в день, да, если вы занимаетесь физкультурой, потому что парк очень большой, там много водоемов, там даже много живности, например, белок. Там очень зелено, там даже есть мосты, по которым можно ходить. Ну, короче, красиво. Про белок я уже говорил. И также там есть люди, которые также занимаются физкультурой, как и вы, поэтому можно довести какие-то новые знакомства. Про белок я уже рассказывал, ну, блин, их реально очень много. Там тоже есть спортивные площадки, турники-брусья. Не такие, конечно, классные, как в парке Люмпини, но ничего пойдет. А также там есть тренажерный зал. Мне показалось, что там больше тренажеров, чем в парке Люмпини, потому что в этом даже езжем ногами. Он платный, разовое посещение стоит 20 бат, а в месяц 200 бат. Но зал был на реконструкции, поэтому, когда починят, неизвестно. Возможно, уже починили, потому что я это снимал в июне. Так что сходите, проверьте. Кстати, чуть не забыл, там есть река, тоже мутная, но в этой реке обитают огроменные сомы, которых, кстати, можно кормить. То есть вы просто подходите к коробке с кормом, там даже людей никого нету, кладете 10 бат, берете упаковку корма, идете к реке и начинаете кормить сомов. Когда вы подойдете к реке, они уже знают, что вы собираетесь их кормить, они начинают подплывать. Ну и, собственно, когда вы их кормите, ну, блин, вы, короче, все увидите. Это очень прикольное зрелище. Вот, смотрите. Так вот, еще один прикол этого парка Чатучак в том, что через дорогу находятся еще два парка, в которых люди еще активнее занимаются спортом. Ездят на велосипедах, играют на площадках в баскетбол, просто ходят. Блин, название этого парка так сложно выговорить, поэтому вот оно. Ну, а, собственно, люди там занимаются спортом, потому что они тоже очень большие, зеленые, там куча водоемов, также есть белки. Я вам слишком много показывать не буду, чтобы вы тупо не тратили на это время. Как бы, нафига. Лучше просто придите, посмотрите и кайфаните. По паркам Бангкока это, в принципе, все. Там есть еще парки, типа парк Сиам, но они уже находятся подальше, туда нужно ехать. В центре еще есть более мелкие парки, но они уже менее интересные. Если что, сами сходите, посмотрите. Сейчас я нахожусь во Вьетнаме, далее Филиппины, поэтому, если вам интересно узнавать про другие страны Азии, то переходите в профиль в YouTube, и там реально вся полезная инфа, которую я бы искал для себя. Кстати, когда я ехал с таксистом в аэропорт Бангкока, чтобы улететь сюда, во Вьетнам, я у него спрашиваю, слушай, а сколько стоит купить жилье возле парка Люмпини или возле парка Чатучак? Потому что райончики реально кайфовые, то есть для жития. Во-первых, там развязка BTS и МРТ, две ветки. Во-вторых, ну сами парки, ну вы видели, красота. Он говорит, что парк Люмпини, слушай, типа самое дорогое место, потому что там бизнес-центр и все такое. И типа квадратный метр стоит в районе, по-моему, 4000 долларов, он сказал. А парк Чатучак дешевле, учтите это. Так вот, если вы приедете в Бангкок, то я бы вам советовал, наверное, все-таки возле парка Люмпини становиться или возле парка Бенчакити, потому что, ну сами парки, как бы понимаете, да, развязка и там райончик Сухкумвит, где мы жили целый месяц. А там вот реально вся тусня Бангкока вечером, поэтому рекомендацион. И по Бангкоку, как переехать в Таиланд, я снимал видео, оно будет сейчас либо здесь, либо здесь. Там всякие ответы, там типа виза, сколько нужно денег, сколько стоит аренда и все такое. А еще где-то здесь вот я снимал видео, что можно позволить себе на 10 долларов в Бангкоке. Спойлер, немало, потому что если знать места, то можно как бы нормально жить. Вот, спасибо за просмотр, дальше будет больше видео, поэтому подписочка и до скорых встреч!